Я во многом согласна с тем, что уже сказал Кристиан. Просто хотела бы добавить свое личное восприятие. Мы действительно видим две страны по-разному. Казахстан находится в старом формате. Его ожидает весьма сложная ситуация. Такое впечатление от того, что многие люди сказали нам. Конечно, не на открытых встречах, а наедине. Это впечатление от людей. Извините, но это диктатура. Знаете, по прилету в аэропорт Назарбаева вы видите Назарбаева повсюду. Университет Назарбаева. Все Назарбаева. Я могу сравнить это только с Сирией отца Асада, когда культ личности был всепоглощающим. С другой стороны, мы встретили много интересных и знающих людей. Определенно имеется попытка обеспечить более открытый подход. Кристиан упомянул университет. Я посетила университет и встретилась десятью профессорами, в основном иностранцами, которые получают там зарплату. Они не будут говорить плохое, потому что им платит университет. Конечно, они будут так говорить. Это тоже вопрос доверия. Им платят в том числе, чтобы встретиться с нами и показать милое лицо. И мы видели только одного студента. Они сказали, что он самый лучший. Извините, это не то, что ожидаешь, отправляясь в университет любой нормальной страны. Я не думаю, что это нормально. Я реально сочувствую. Я говорила с несколькими людьми. Некоторые действительно страдают. Президент Назарбаев очень старый, ему 77 лет. Люди боятся, что не готовы к тому, что ждет в будущем. Они боятся, что ситуация может быть крайне сложной. Также имеется этническая подоплека, что не столь проста, как кажется. 22% населения Казахстана это этнические русские. Поездка в Алматы была совершенно другой. Мы чувствовали, что находимся в реальном городе. Астана — это искусственный город, административный центр без людей, большие здания, мало людей. Нечто весьма впечатляющее, но не всегда со вкусом. Мы видели, что нам попытались показать презентабельные лица, например, министра иностранных дел. Но затем, во время поездки в Алматы, понимаешь, что находишься в настоящем городе со своей жизнью. И ситуация там сложная. С учетом инцидента, о котором говорил Кристиан, который повлиял на наш визит. Мы все время поднимали вопрос о правах человека. Я могу лишь дополнить то, что сказал Кристиан. Неприемлемо, если делегация Европарламента не задает вопросы по правам человека. Мы задавали их по конкретным случаям. Я рада, что мы это делали. Называли конкретных людей. Есть ощущение, что в этой стране нет свободы. Люди пытались связаться с нами, не могли пробиться им, не позволяли. Как сказал Кристиан, визит Антонио крайне важен. Антонио Панзери использует эту возможность, поскольку посол Казахстана сказал, что ему разрешат поговорить с людьми, политическими заключенными, которых мы обсуждали с партнерами. Такой разговор очень важен. Я была в Узбекистане несколько лет назад. Кажется, в 2012 году я был в Узбекистане. Теперь я вижу разницу именно из-за политической открытости. Были решены многие вопросы, которые мы подняли в то время. Например, вопросы о детском труде. Появилась новая открытость. Это и нам подтвердило гражданское общество, когда они упомянули, что некоторые люди по-прежнему сидят в тюрьме. Это, вероятно, люди, которых забыли по разным причинам. Это означало способность гражданского общества говорить, говорить с нами, что было совершенно иначе в Казахстане. Поэтому я считаю, что если мы будем продолжать значимые отношения с Казахстаном в сфере энергетики или по иным вопросам, а я понимаю, что Казахстан является стратегически важной страной, благодаря местоположению энергии, мы не сможем продолжать игнорировать вопрос прав человека. Если мы хотим надежных отношений, нам нужно все больше и больше освещать права человека и отдельные случаи, чтобы людей, которые просто идут синими воздушными шариками, не считали подрывным элементом или террористами, а нам не говорили постоянно, что активисты проплаченные ребята софт.